за границей. Это Весть в субботу, где сейчас, когда мы обозначили текущую новость, представим гостей нашей студии, весь этот день с нами будет Геннадий Андреевич Градунов. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Геннадий Андреевич, исторический вопрос, который на этой неделе наделал много шуму от лица Русской Православной Церкви за рубежом, прозвучало предложение пересмотреть роль генерала Власова в истории. Генерала Власова, который перешел на сторону немцев, но которого предлагается рассматривать не как предателя Родины, а как борца с большевизмом. Что скажете? Ну, я считаю, я плохо представляю, что человек с православным миросознанием, для которого предательство одни стичайших грехов мог оправдывать деяния того же самого Власова. Я читал речь Гиммлера, которую он произносил перед гуляйтерами в 43-м году. Он его назвал свиньей, предателем. Он ездил по концлагерям и сломленных людей вербовал в армию. У него ничего из этого не вышло. Даже фашисты ему не доверяли и очень оценили его как последнего мерзавца и негодяя. Я просто поражен, если кто-то обратился с таким требованием. Он просто не знает истории. Тут ни прибавить, ни убавить. Спасибо вам, Геннадий Андреевич, за ответ на этот вопрос. Но я вас попрошу пока остаться в студии, потому что вопросов у нас действительно много. И продолжение этого разговора зрители на Дальнем Востоке увидят прямо сейчас, после рекламы, а зрители в остальной России уже этим вечером, когда мы попросим Геннадия Андреевича прокомментировать еще несколько наших тем. А это...